Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем в Европе, опередив Volkswagen Golf. Компактный хэтчбэк Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем в Европе. Он сместил с первого места многолетнего лидера Volkswagen Golf. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Джата. По итогам продаж новых автомобилей в Европе в июле 2021 года бюджетный Dacia Sandero занял первое место. Хэтчбэк румынского происхождения, разошедшийся за месяц тиражом 2446 единиц, опередил Volkswagen Golf. Отметим, Sandero впервые в истории стал лидером продаж в Европе. Европейский рынок упал на 24% в прошлом месяце с 967-830 проданными экземплярами после 4 месяцев роста. Для сравнения, до пандемии в Европе было продано 1,27 миллиона в июле 2020 года и 1,32 миллиона в июле 2019 года. Большинство автопроизводителей и рынков столкнулись с резким сокращением числа регистраций новых автомобилей не только из-за пандемии, но и из-за нехватки полупроводников. Тем не менее продажи в 2021 году за первые 7 месяцев года на 24% выше, чем за тот же период 2020 года. Третье поколение Sandero было официально представлено в прошлом году вместе с родственными Sandero, Stepway и Logan. Новая модель основана на новейшей платформе КМБ от Renault Group. Несмотря на то, что Volkswagen потерял лидерство по продажам в июле 2021 года, он является брендом с наибольшим количеством моделей в топ-10 по продажам, благодаря Golf 19 425 проданных единиц. На втором месте Polo 17 343 единицы, на четвертом T-Rack 16 494 единиц, на пятом ET Cross 14 170 единиц. На седьмом месте в списке бестселлеров июля также присутствует Toyota Yaris 18 858 единиц, которая заняла третье место, Hyundai Tucson 14 883 единицы. На шестом месте Dacia Duster 13 329 единиц, на восьмом месте Ford Puma 13 283 единицы, на девятом месте и Peugeot 2008 с результатом в 13 134 штук, оказавшейся на десятом месте. Ранее сообщалось, что Volkswagen попрощался со свиной колбасой Корревурст. 20 августа компания Volkswagen убрала свиные колбасы из меню-кафетерия в административном здании в Вольфсбурге. Также мы писали, что Bosch предлагает решение мировой проблемы дефицита полупроводников. Одной из причин мирового кризиса полупроводников является сложная логистическая цепочка для их производства. КОНЕЦ